Почему у всех главных героев романа «Оно» все мечты из детства сбылись, все успешно сложилось в профессии, а травма детства осталась не исцелён? Да видите ли, Кинг же, он никогда не пишет просто триллеров, но всегда есть метафора, и все эти персонажи, у которых всё успешно сложилось, это и есть та Америка, у которой всё вроде бы хорошо, в подсознании сидит, как мы сейчас увидели, страшная травма, не изжитая травма, а травма гражданской войны, травма истории, какая-нибудь травма войны Второй мировой. Америка – это как раз вот о чём, собственно, и рассказывает американская готика, Эчинсон, роман, который я очень высоко ценю, тут меня спрашивали, а что вы нашли в этой книге? Да вот то я в ней и нашёл, это ощущение сравнительно благополучного города и сравнительно нормальной семьи, в подсознании у которой, в прошлом, в подвале у которой шевелится безумный хаос, и чем благополучнее это пространство, тем страшнее внутренние его полости, какие-то непознанные, это то, что мне Марк Данилевский сказал в интервью, самое ужасное, что вы не можете составить карту этого дома, потому что его карта меняется, потому что это прошлое живёт, понимаете? И метафора Данилевского, метафора стремительно расширяющегося дома, в котором находятся новые и новые тёмные области – это продолжение кинговской идеи. Конечно, оно сидит под сознанием у всех этих выросших и счастливых детей. Этот клоун, там, живущий в канализации, продолжает выскакивать и мучить. Спасибо.